Если обобщить всю жизнь нашего пророка в одно слово, то я бы предложил слово «табад». Оно переводится как «стойкость и непоколебимость». Удивляет количество испытаний, через которых он прошёл, а ещё более удивительно разнообразие этих испытаний. Пророк Мухаммад был испытан в политической, физической, финансовой, семейной, моральной и идеологической сферах. Тем не менее, перед лицом любого бедствия его позиция была одна – непоколебимость. Его подвергали преследованием. Первой реакцией мекканских язычников было гонение. Враждебность исходила даже от его родственников, как, например, от его родного дяди и соседа Абу Лахаба. Более того, однажды Укба ибн Абимуайя покрыл спину и плечи пророка, алейхиссаляту вассалям, верблюжьими потрохами, когда он находился в земном поклоне. Его дочь Фатима, радия Аллаху Анха, поспешила отбросить от пророка, алейхиссаляту вассалям, эти потроха. В другой раз Укба ставил свои ноги на благословенную шею пророка, алейхиссаляту вассалям, пока тот был в земном поклоне. Язычники издевались над словами пророка, саллиллаху алейхиссалям, кидая в его лицо иссохшие кости и спрашивая, «Разве Аллах воскресит это?» Несмотря на это все, он сохранял непоколебимость. Пророк, алейхиссаляту вассалям, был испытан даже членами своей семьи. После того, как язычники не смогли сломать его стойкость физическими издевательствами, то поняли о их неэффективности и придумали новую технику. Они начали настраивать его семью против него. Несмотря на то, что дядя пророка, саллиллаху алейхиссалям, Абу Талиб был язычником, он верно защищал посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Меканцы хотели, чтобы Абу Талиб оказал давление на своего племянника и остановил его миссию. В какой-то момент решимость Абу Талиба будто ослабла, и казалось, что он готов бросить пророка, алейхиссаляту вассалям. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, почувствовал это, и, несмотря на то, что он остался один, высказал такую ошеломительную речь, которая увековечена в книгах. «Если даже мне положат солнце в правую руку, а луну в левую, с условием оставить это дело, я не оставлю его, пока не завершит его Аллах полностью, или пока я не погибну». После этого он заплакал, и эту ситуацию пророк, алейхиссаляту вассалям, отстоял твердо. Когда и это не подействовало, курайшиты предлагали посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, такое имущество, что после этого Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям, был бы самым состоятельным из них. Предлагали выбрать себе любую женщину из курайшиток. Третий метод, примененный язычниками, ставит на колени даже самых принципиальных людей, и это не что иное, как мирское искушение. Они предлагали пророку, саллиллаху алейхиссалям, любую руководящую должность, включая несметное богатство и красивых женщин. И это все взамен на то, чтобы посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, оставил призыв к истине. В другой раз пророк, саллиллаху алейхиссалям, не стал перебивать речь правителя Мекки, дав ему полностью закончить говорить, и затем вежливо спросил, «Ты завершил?» Удба ответил «Да». Тогда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Тогда послушай меня». И начал читать аяты из суры «Фуссалят», пока не дошел до аятов, в котором Всевышний Аллах говорит, «Если же неверующие Мекки после этого откажутся уверовать, скажи им, я предупреждаю вас о том, что вас может постигнуть наказание, подобное наказанию постигшему Адитов и Самудян». Слово «Са-и-ка» переводится как «удар грома». И эти аяты действительно были подобны удару грома. Удба умолял пророка, алейхиссаляту вассалям, остановиться и быстро вернулся к своим, настаивая оставить Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, продолжить его призыв. Идеальное слово для описания жизни пророка, саллиллаху алейхиссалям, несомненно слово «Табад». После всех попыток, курейшиты решили предложить пророку, алейхиссаляту вассалям, следующее. Они примут ислам с условием, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, будет поклоняться идолам один год, а затем язычники будут поклоняться Аллаху в следующем году. В ответ на это предложение была неспослана сура «Кафирун». Субтитры создавал DimaTorzok «Кафирун» «Скажи, о неверующие, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Я не буду поклоняться тому, чему поклоняетесь вы, а вы не станете поклоняться тому, кому поклоняюсь я. Вам ваша религия, а мне моя». Курейшиты поняли, что это решительный отказ. Позже они решили поставить другое условие. Они сказали «О Мухаммад, мы уверуем в тебя, но только прогони глупцов, слабых и бедных людей». И опять получили твердый отказ. Также в арсенале издевательств язычников была клевета. Они называли посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, лжецом, колдуном, поэтом, сумасшедшим. Они издевались над его именем Мухаммад, которое означает «восхваляемый», и говорили «мзаммам», осуждаемый, оскорбляемый. Они меняли слова приветствия «ассаляму алейкум», «мир вам», на «ассаму алейкум», что означало «смерть тебе». Ничто не деморализует, как насмешки и унижения. Но, несмотря на все это, пророк, алейхиссаляту вассалям, сохранял невозмутимость. Всевышний испытал своего посланника и войной. После переселения в Медину, Аллаху Та'аля дозволил мусульманам вступить в джихад. Позиция пророка, алейхиссаляту вассалям, на все испытания была одной и той же. Он был непоколебим. Во время битвы при Бадре, Али, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что он был в первых рядах с пророком, алейхиссаляту вассалям. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, был самым храбрым воином. Политическая жизнь посланника Аллаха, салля Аллаху, алейхиссалям, может быть описана одним словом – он пережил смерть самых близких ему людей. Его первой и главной любви Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Он видел своими глазами изуродованное тело своего дяди Хамзе, да будет доволен им Аллах. Он потерял почти каждого своего ребенка и каждый раз испытывал стресс при виде мертвых тел своих благородных сподвижников на поле боя. Сколько боли способен испытать один человек? Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, показал удивительную демонстрацию огромного терпения и стойкости. Как все это связано с нами? Многие могут и не замечать, но Аллах каждый день испытывает нас на нашу стойкость. Несмотря на то, что ты дома или на улице, наедине или на публике, Всевышний всегда видит тебя. Пять раз в день тебя призывают пасть ниц перед Аллахом. И кажется, будто твое тело или душа готовы предать тебя, но ты берешь себя в руки и проявляешь твердость. Когда твои плотские желания, всплеск гормонов и возможность совершить харам находятся в одном щелчке, ты сохраняешь контроль над собой и осознаешь, что Аллах испытывает тебя прямо сейчас. Возможно, ты столкнешься с сомнениями касательно основ религии или личности пророка, алейхиссаляту вассалям. Другие будут спотыкаться, а ты останешься стойким, зацепившись за свою веру. Когда тебя постигает тяжелое испытание и лишает тебя тех, кого ты любил, ты убегаешь от темноты отчаяния, несмотря на слезы и тоску, ты непоколебим в своей вере. Когда другие отрекаются от своей короны в виде исламского одеяния и скромности, ты символизируешь сунну пророка, алейхиссаляту вассалям. И понимаешь, что во времена отчуждения ислама награда за его соблюдение увеличивается, и ты крепко держишься за свой хиджаб с непобедимой стойкостью. Легко говорить о стойкости, как об абстрактной вещи, но воплощать ее в жизнь тяжело. Для тех, кто хочет взрастить в себе табад, я дам три совета. Первое — это сознательное возвращение к Корану с пониманием, размышлением и практикой. И данный метод не имеет равных, и он является одним из основных целей Корана. Всевышний говорит Скажи, приносит Коран Джибриль от твоего Господа с истиной, чтобы укрепить на правильной вере верующих, а также как верное руководство и радостную весть для мусульман. Второй совет — это поминание Всевышнего Аллаха. Поразительно то, что аят, в котором нас призывают к стойкости на поле боя, также призывает нас к частому поминанию Аллаха. «О верующие! Когда вы встречаете отряд, готовый сразиться с вами, то не убегайте и будьте стойкими и много поминайте Аллаха, говоря, о Аллах! Оставь их без помощи и искорени их, чтобы обрести успех в обоих мирах. Раз поминание Аллаха помогает обрести победу на поле боя, разве оно не поможет тебе в твоих ежедневных трудностях? Предлагаю вам ставить будильники для утренних и вечерних аскаров и не лениться произносить аскары после каждого намаза. Это окажет сильный эффект, инча Аллах! И, наконец, третий совет — просить у Аллаха стойкости. В Коране рассказывается история о царе-израилитян Талути. Лучшая часть его воинов были глубоко верующими людьми, которые осознали, что результат всех дел от Всевышнего. Однако войска было мало. Они просили «табад» у Всевышнего Аллаха. И, когда они предстали перед Джалутом, и его войском, то сказали «Господь наш, пролей на нас терпение, утверди наши стопы и помоги нам победить неверующих». Вопреки всему Всевышний ответил на их дуа и дал им победу над врагом. Я настоятельно рекомендую вам выучить дуа пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. О, Аллах! Поистине я прошу тебя о стойкости в делах и решимости на истинном пути. Пусть Аллах сделает нас стойкими в своей вере. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok